Всем привет, коллеги! С вами водитель такси Денис. У нас в нашей сфере оперативная информация, срочная. Несмотря на объявленное повышение цен, которое ранее было объявлено компанией Яндекс, этого самого повышения цен не произошло, и водители такси в заработке сильно потеряли. Вот сегодня водители ряда подмосковных городов подготовили поздравления к сегодняшнему празднику, сегодня Яндекс.Такси исполняется 12 лет сервису, и водители нескольких подмосковных городов поздравили сервис с праздником. Приятного просмотра! Так, еще раз, здравствуйте. Мы тут сами по себе координируемся. Мы даже сейчас для меня новость, что Дмитров тоже отрубили минималки. То есть мы соседние, ну это Дмитров это от нас километров 45, что ли. Вот ближайший город от нас Солнечногорск. Вот это мы уже знали вчера, что у нас вот эти два города, мы из Солнечногорск, что нам одновременно вырезали все минималки, все доплаты и все бонусы. А еще оказывается и Дмитров. То же самое, мы вчера вставали, машин сто с лишним. Ну как бы для маленького города нормальная критическая масса машин, что они сразу вышли на связь. И часа через три стояли, мы часа два-три, и они нам нарисовали какие-то лужи. Они у нас были лужи давным-давно, они их убрали. И какие-то такие кривые лужи нарисовали, вообще такие ненужные, что во время час пик утром-вечером эти лужи, они что-то не повторяют тот же самый заработок, который есть по коэффициентам. То есть они, по-моему, не нужны. А днем-то мне что возить, у меня город, мне ввести за 70 рублей, а человек еще не смену не покупает. Это за 53 рубля дешевле маршрутки. Ну что, господа, мы сегодня почему собрались здесь? Так как у нас Ядекс отменил гарантированную минимальную заработную плату за заказ. То бишь у нас, если по городу стояло с доплатами от Ядекса до 130, то он нам это отменил. Вы сами же видите, что на данный момент у нас 92-й бензин стоит, так, 49, 50, 95-й почти 60 рублей стоит. Как бы, а он взял и у нас еще эти бонусы отменил. Естественно, мы из-за этого как бы и остановились, и вчера жилители коэффициенты по городу поднялись из-за того, что в город встал, так как таксисты решили не работать. Не работать. Ну, а как работать? По 69 рублей катать? Ну, это несерьезно. Четыре человека присаживаются у тебя в машину, скидываются по 15 рублей и едут. Автобус у нас 60 рублей стоит по городу. И то сейчас пытаются как бы увеличить. Вот. Так что в связи с этим у меня есть такое заявление для Яндекса. Уважаемый Яндекс, хотя я бы этого не сказал, так как вы обращаетесь с нами. Я от лица таксистов города Дмитров, Петров Сергей Иванович, вот моя машинка. Я хочу попросить вас, вернее, не попросить, а высказать вам свои требования. Первое у нас. Ближние подачи у нас сильно, очень они далекие. Батеря активности у нас минус 6. Вот. В итоге мы за эту ближнюю подачу делаем где-то 3, от 3-6 километров. Вот. Мы просим, как бы, вернее, требуем, чтобы ближняя подача была не больше 2 километров и не по длительности не больше 3 минут. Это чтобы была длительная подача. Потому что, сами понимаете, он видит ближнюю подачу, не таскает тебя на РТС в другой конце города. Якобы город пустой. Вот. Средняя подача, она должна быть не больше 3 километров и не превышать 4-5 минут. Ну, опять же, за ту комиссию, которую Яндекс нас сдирает, там в районе почти до 22 процентов, от 18 до 22 процентов, он нам не предоставляет информацию о заказе. Он нам не показывает точку Б, он не показывает нам стоимость заказа. Мы это хотим бы посмотреть, потому что мы же платим за заказ. А он, получается, что нам швырнул, как собаке, заказ, за этого взял свои проценты и все, он доволен. Так что требуем, опять же, чтобы показывать точку Б и стоимость заказа, куда мы едем. Убрать такое время, как понятие время до подачи заказа, потому что ты приезжаешь на заказ, в это время включается, вы еще в пути, как бы, и он создает время подачи, потом бесплатное ожидание, потом идет еще платное ожидание. И в итоге, пока клиент выйдет или не выйдет, бывает, что за наличьим он не выходит, водитель теряет от 15 минут в ожидании. И, естественно, это время никто не оплачивает. А Яндекс отмахивается тем, что говорит, извините, заказ был за наличку, мы вам компенсировать не можем. Да. Это правильно. Это правда. Это правда. Вот, естественно, очень большая просьба к Яндексу сократить время платной подачи, платного ожидания, хотя бы там до трех минут. Зачем вот эти вот 7 минут стоять ждать? Если человек вызвал машину, и он настроен ехать, он вышел и идет в машину. Ну, на кранях там задержался, там пока дверь закрыл. Но это не занимает 7 минут. Это 3 минуты человек вышел и поехал. Очень сильно, как бы, не очень сильно, а требует, требует повысить гарантированную стоимость поездки не 130, а 150 по городу. Так как местное такси 150 рублей катает. И давайте сделаем ее фиксированную. А то, получается, утром клиенты жалуются, что стоимость сумасшедшая по городу 400-500 рублей. Давайте сделайте ее нормальной стоимостью. Хорошо, 150 по городу, если часть пить, ну, добавьте в полтинник. Зачем вы и клиентов обдираете, настраиваете клиентов с водителями, и они постоянно ссорятся. Зачем это делать? И для клиентов невыгодно, и для водителя после обеда работать за 69 рублей, ну, это несерьезно. Давайте вот, как бы, решать этот вопрос. Еще очень мало важных факторов от водителей, говорю, что во время поездки часто меняется с безналичного на наличный расчет, и потом клиент говорит, а у меня нету наличных, давайте я переведу вам на карту. А вот, допустим, у водителя бывают такие, что карты заблокированы, у него нету. У водителя нету карты, у клиента нет наличных. Замечательно. В итоге, кто оплачивает поездку, водитель без оплаты поездки остается. И в связи с этим у нас вот такой вот ультиматум. Если наши требования не исполнятся, так как у нас выбора особо нету, если не исполняется, я как бы, отключаясь от Яндекса, находим другого агрегатора, вот в других городах подключается сейчас очень сильно ХК, вот. Или переходим на местных агрегаторов. Но Яндекс мы категорически отказываемся катать, если даже никакой из наших требований ничего не будет исполняться. Будем блокировать Яндекс, короче. Будем блокировать Яндекс, в городе, значит, не будет Яндекса. Те машины, которые приедут там с другой области, ну, с Москвы, ну, хорошо, 10-20 машин появятся в городе, они не вывезут город. Конечно. Вот реально не вывезут город. Так что будьте добры. Мы им тоже не дадим работать, реально. Просто заблокируем машины и все. Пока будет там приезжать полиция, пока будем выяснять, скажем, просто машина сломалась и все. И будем блокировать, как бы, приезжие водители в такси. Тоже. Мы будем приезжать без заказа, будем делать заказы и все. И все равно никто не будет катать. Даже если так не будет, все равно катать не будет. Так что задумайтесь, мы как бы тоже готовы пойти на встречу, услышать ваше мнение. Я надеюсь, чтобы вы нас услышали. у меня все так да я хочу добавить у меня вот недавно был заказ приехал я на заказ отказался все он ко мне в машину сел он отказался я вернул деньги мне вернул деньги я позвонил как в службу поддержки все в этот момент я не буду покидать поляков не приедет другой такси в связи с тем как бы я этого пассажира просто но с силу того что машины это видео как-то зафиксировано и на регистраторе и на телефоне как-то и в связи этим как бы я не заблокировал пока они не включили меня не разблокировали вот такие моменты как бы там до поддержки надо думать надо думать и о водителях почему сейчас убрали у кого допустим нету голода платина нельзя дозвониться до поддержки я вот реально не могу пишите на в чат я чё буду писать и строчить там и книгу в чате мне в этот момент удобно взять заказы поехать работать мне некогда строчить собрались машин 50-60 но сами сегодня не всех вызвали давайте рассматривайте как бы у него есть видео вчера можем предоставить сколько машин вчера было и как бы чтобы задумались на самом деле вчера город стал за три километра клиентам объявляет 500-600 рублей это мы собрались вчера это то что мы вчера ты тормознулись а если тормознёмся на неделю все яндекс потеряется в городе хотите сейчас мы сейчас всех позовем будет очень много машин здесь собраться там и не все машины вызвали так что давайте думайте давайте решать и идти навстречу обдирать клиентов мы готовы выполнять заказ нормально давайте сделаем золотую середину утром не надо мне эти 500 рублей которые вы берете с клиентов реально сумасшедший деньник человек едет на работу он миллионер так что давайте потом в обед мы катаем на 60 дней получается а зато утром чуть-чуть и вечером чуть-чуть можно бы зарабатывать 3-4 заказа максимум да 3 заказа берешь максимум и все четвертый кидает тебя да четвертый уже кидает как бы за город получается и ты едешь по СНТ как бы пока ты уже приехал этого часа перехода уже не остается ладно решили тогда и ждем ответа да получается Дмитров, Клин, Солнечногорск короче много городов от минималок отрезали они даже между собой не координируются один город собрался 100 машин другой там тоже этот самый весь город не хочет работать